Добрый день, дорогие ребята! Нас с вами окружает удивительный мир. И каждый день каждый из вас задается вопросом. Почему дует ветер? Почему летают самолеты? Почему шумят волны? И так далее. На этот и многие другие вопросы вы можете получить ответ, проходя обучение в школе или посещая дополнительные прыжки. Сегодня я вам покажу лишь маленькую часть занимательных опытов, которые вы можете каждый из вас повторить дома. Итак, поехали! Первый опыт мы начнем с явления электризации. Я вам покажу, как различные предметы притягиваются друг к другу. Летонампанглес, оплосмассовая линейка, листок бумаги и тонкая струнка воды, которую вы можете сделать на своем кране дома. Как вы видите, линейка затягивает в кругу воды к себе. Для следующего опыта мне понадобится та же самая линейка и обычная шерстяная варежка. И немножечко пенопласта. Видим, что пенопласт у нас прилипает к нашей линейке. Вот таким вот образом. Возвращаемся к нашему леску бумаги и линейки. Только в помощь всем возьмем еще и шарик. Мы натираем линейку и не прикасаясь к шарикам. Мы видим, что шарик хочет сбежать на этой линейке. Вот, сбежал. А теперь немножечко о удивительных свойствах воды. Нам понадобится небольшой стакан, в который мы наливаем воду, желательно до краев. Также обычная карточка из магнита. И вот чудо! Эта карточка держится и не падает. Спасибо. И еще немного о воде. Не только воздух может держать воду, но и вода может держать те вещи, которые обычно в ней тонут. В воде у меня плавает одна канцелярская скрепка. И еще одна скрепочка. Оп! Вот так вода может держать тяжелые предметы. Перед нами обычный резиновый шарик. И шпажка. Острая вещь для жаденых шашлыков. Лопнет ли шарик, если я буду протыкать его шпажкой. Смотри внимательно. Вот такой шеточек у нас получился. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...